Среди помилованных, например, оказался 34-летний Анатолий Сальмин из Ленинградской области, неоднократно судимый, в том числе за убийство. В 2011 году он получил 9 лет лишения свободы за то, что утопил знакомого, с которым пошел на рыбалку. Ну, так случилось. Такие у меня в регионе рыбаки. Ну ничего, теперь-то он реабилитирован. Между прочим, да, оказался еще ветеринар из Санкт-Петербурга Дмитрий Каравайчик. В 2019 году был осужден на 17 лет. Всего лишь в 2019 году, то есть он 3 года всего, получается, отсидел. А тут такой шанс выйти на свободу с чистой совестью. А его жена получила 16 лет. Ну теперь-то все наладится. Правда, жена, я не знаю, может поехать на фронт. И все-таки где решение суда, где вот юридическая процедура? Это же не просто так. Сколько людей пытались законно пройти через процедуру по милованию, которые никаких преступлений не совершали. Очень редко милуют. Очень редко. А тут масса, просто вот так вот с писочным составом. Еще один помиланный наемник, Александр Суетов, в 2020 году, то бишь всего там 2 года назад, его осудили на 10 лет колонии строгого режима, поскольку его признали организатором преступной группировки, который грабил ювелирные магазины. Вот Пригожин был в госпитале в Анапе, где проходит как раз лечение раненой бойцы ЧВК Вагнера. И кого он там застал? Там застал Дмитрия Корягина из Казани. Чем прославился этот человек? В январе 2014 года он совершил убийство своей 87-летней бабушки, которая была ветераном Великой Отечественной войны. А до этого уговорил ее продать квартиру за 820 тысяч рублей. Отвез ее, значит, в гараж, ударил молотком по голове. Убил ее ударю молотка. Ну, в свою очередь, кувалда, молоток, да, как бы... Подходит все. Абсолютно. Герой. Вот. Родственникам врал, что она в Украину уехала. Где-то через год только вообще хватились эту старушку. Вот такой вот чудесный человек. Должен был, осужден был на 14,5 лет. Но теперь выйдет досрочно, все, он уже родине долго отдал. Вообще еще, как бы, Пригожин опять же обратился же в МГУ и МГИМО, чтобы принимали без сцепительных экзаменов. Этих прекрасных светлых людей, убийц, насильников, маньяков. Да, вот теперь наладится все с высшим образованием-то, я так полагаю. Ну, раньше были рабфаки, вот давно еще, да, а теперь, как бы, что, закфаки. Я не знаю, как это назвать. Зекфаки. Зекфаки, наверное. Будут в Московском университете и в МГИМО. И теперь вот эти люди получат еще образование. Будут в Динаме ходить. Да, они, кстати, почти все надо отдельно напомнить. Им и Путин некоторым вручает награды. Ну, Пригожин ни для кого не жалеет, но самая маленькая – это медали за храбрость. Например, если кто-то побольше служил, Орден Мужества. Нет, Орден Мужества сейчас всем дают посмертно. Неважно, как погиб, Орден Мужества будет. Посмертно – это вообще с гарантией. Это с гарантией. Живой получает. Так сам Пригожин – герой России. Ну, у него, правда, три более-менее похожих друг на друга таких звездочки. Подскажем, что просто две из них – это еще герой Донецкой республики и герой Луганска. А так ходят, тоже Ордена носятся. Никакого кощунства в этом нет. Герой же. Герой же. Нормально все. Поэтому чего удивляться, что ждет Россию, когда все эти уголовники потом вернутся в родные города и края и займутся теперь еще и привычным ремеслом и промыслом в статусе героев. Да, да, да. С ними-то полиция не будет, так, я думаю, решительно расправляться дубинкой. Попробуй героя дубинкой, ударь орденоносца. Спасибо. Спасибо.